13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано на Камчатке. Всего в Крае инфицировано 3654 человека. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Края Роман Василевский на брифинге с журналистами региона. Темп прироста за последние сутки в Российской Федерации составляет 0,51%, в Камчатском Крае 0,36%. Находится на стационарном лечении сегодня 142 человека, из них с положительным ковид-86. Госпитализировано за сутки 8 человек, а в стационаре с диагнозом пневмония находится 94 человека. Под медицинским наблюдением сегодня 804 человека. Это те люди, которые контактные, которые на амбулаторном. Выписано по выздоровлению 3614 человек, за последние сутки 20 человек. Что касается сегодня наличия койко-мест, мы продолжаем планово сокращать койко-места, которые были отведены под ковидную инфекцию. У нас выбыли центр СПИД, выбыла краевая больница, возвращаются к обычной деятельности. Остаются сегодня развернутыми детская инфекционная больница, городская больница номер 1, городская больница номер 2 и Елизовская районная больница. Всего в крае развернуто 388 коек, по нормативу 244. Сверх нормы развернуто 144 койки. Всего занято 142 места. Резерв составляет 246 мест. Также на брифинге Роман Василевский отметил, что с начала пандемии на Камчатке в ковидных госпиталях скончались 63 человека. Но при этом не все пациенты умерли именно в результате коронавируса. Есть первое заболевание, по которому после вскрытия ставится диагноз. И есть добавочное иногда заболевание, которое было в данном случае ковид. По нашим данным, тех людей, которые умерли в госпиталях, которые были задействованы под ковид, их сегодня 63 человека. Мы дальше дали информацию, она сегодня размещена на сайте. Если вы сегодня зайдете на сайт правительства, есть ссылка на общероссийский сайт. Там сегодня 42 или 43 человека. Это все, что подтверждено после вскрытия патологоанатомическими отделениями с врачами, которые профессионально устанавливают те или иные диагнозы после смерти. И это все документально фиксируют. Он также добавил, что все эти данные в открытом доступе можно посмотреть на сайте ИЦК и на ресурсе stopcoronavirus.rf. Напомним, что в Крае до 23 августа продолжают действовать ограничительные меры. В связи с этим необходимо носить маски и соблюдать дистанцию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok